Джентрификация, джентрификейшн, это процесс изменения характера района через приток богатых жителей. В переводе на нашу действительность это звучит так. Центр нет для бедных. Но похоже, джентрификацию пытаются распространить на всю Москву. Недавно при обсуждении доклада уполномоченного по правам человека в Мосгордоме поставили вопрос. То есть, дескать, сирот в Москве многовато. Ведь каждому квартиру нужно предоставить. Квартир сиротам, к сожалению. В то же время никого же не смущает, что, например, тем, кто и так получает ежемесячно под миллион и более, лицам с зарплатами, замещающим государственные должности города Москвы, как я понимаю, независимо от количества имеющихся в них квартир, предоставляют жилое помещение или единовременную субсидию на приобретение жилого помещения в Москве. Особая активность в обсуждении необходимости ограничить квартиры детям-сиротам, якобы направляемым из других регионов, проявила депутат Николаев. Однако ее не смущает, что, рассуждая об ограничениях в Москве для детей-сирот, у нее в единоличной собственности две квартиры. Кроме этого, она занимает двухэтажный коттедж в Озерах. Также были обсуждены другие вопросы прав человека. Смотрите, подписывайтесь, репостите. Что мне не понравилось, то, что, конечно, Татьяна Александровна защищает дистанционно-электронное голосование. Точно так же, как, на мой взгляд, с прививками все стало ясно. Уже там Дмитрий Медведев, как я слышала, выступил и сказал, что у нас кто изобретет средства от коронавируса, тот получит Нобелевскую премию. Но мы-то, бедные, считали, что, оказывается, оно давно было изобретено. У нас же всех, хоть и писали люди, добровольное согласие, но фактически-то, на мой взгляд, это была принудительная вакцинация. А оказывается, вот у нас еще средство не изобретено. Ну, вот так же, наверное, будет и с ДЭГом. Понимаете, мы сейчас кричим, что как это хорошо, как это хорошо, а через какое-то время выяснится, я уверена в этом, что это совсем даже и нехорошо, а что там творилось, никто проверить не может и творится. Ну, что касается детей-сирот, я считаю, это не тот вопрос, из-за которых нужно разгружать Москву. Я не смогла задать вопрос вообще, о каких детях это идет речь, я этого не поняла. Когда нам за полгода до наступления 18-летия вдруг прибавляется количество сирот из других регионов, вот это вызывает действительно вопросы. И, конечно же, нам надо законодательно этот момент урегулировать. Когда, понимаете, вот лезут на рожон и говорят такие вещи, что просто не можешь на них не реагировать. Вот выступила Елена Леонидовна и поддержала выселение по существу детей, живущих в Москве, за пределы Москвы. Ну, как же, вот я не понимаю, не стыдно говорить такие вещи. У Елены Леонидовны вместе с ее несовершеннолетним сыном три квартиры и коттедж в озерах. Три или две квартиры, по-моему, да, и коттедж в озерах. Вот, так спрашивается, почему ее маленькому сыну нужно иметь отдельную квартиру, а детям-сиротам в Москве квартиру иметь нельзя? Я, Татьяна Александровна, буду обязательно просить вас поддержки по вопросу средств индивидуальной мобильности, самокатов и велосипедов, чтобы каким-то образом убрать их с тротуаров, потому что люди просто буквально стонут, они уже боятся выходить на улицу. Дальше я буду обязательно к вам обращаться тоже за поддержкой по поводу невыплат в строительной отрасли. К сожалению, у меня вот сейчас тоже поступают такие обращения.